Привет! В эфире третий выпуск рубрики, в которой мы смотрим классные сайты и вдохновляемся на кириллицы, а не какие-то забугорные, и сайты, а не картинки-концепты для беханса и дрибла, а живые, которые можно понажимать и покликать. И сегодня сложная тема, бухгалтерский учет, услуги, бухгалтерия, а сложная потому, что найти классные сайты, которые не стыдно вам показать, чтобы вы насмотрелись и вдохновились, было сложно. Поэтому поддержите, кто еще не нажал, и пойдем посмотрим. Да, сегодня будем насматриваться на сайты по теме бухгалтерские услуги. Я несколько вечеров серфил по этим сайтам, чтобы вам найти что-нибудь интересное и понял, ребята, у нас проблемы. Потому что, судя по домену, в регионе.бай один из главных сайтов на тему бухгалтерских услуг вот такой, или главныйбухгалтер.бай, опять же, главный сайт по бухгалтерии, судя по названию, но тоже как-то не особо современно. В регионе.ру, судя по домену, один из основных сайтов вот такой. Но таких сайтов, пожалуй, есть. Оправдание быть визуально несовременными, ведь это большие порталы с кучей информации, скажете вы. Хорошо, если посмотрим сайты каких-то частных компаний, все равно придется звонить в Хьюстон, рассказывая, что у нас проблемы. На тему бухгалтерских услуг сайты все однотипные, скучные, никакой из них не выделяется. М-м-м. Но иногда полезно посмотреть и на неудачные решения, как, например, вот этот сайт. Он сразу выделяется среди кучи других сайтов в бухгалтерской тематике, вот этих типовых, однотипных, скучных сайтов. Да, он выделяется своей стилистикой, но ведь она совершенно не подходит для бухгалтерского учета. Но мы не будем здесь надолго останавливаться, а то вы еще насмотритесь, как здесь прекрасно вписали в макап или какие здесь классные ненажимаемые радиокнопки, которые позволяют выбрать сразу весь список. Или сломавшаяся иерархия в кнопках нет, мы это смотреть не будем. Выделяет эту стилистику среди остальных, конечно же, в первую очередь шрифт заголовков. Да, выделяется, но ведь этот шрифт совершенно не подходит по тему бухгалтерии. Финансы – дело серьезное. А здесь какой-то детский несерьезный шрифт. Еще вот этот блобс подчеркивает всю несерьезность происходящего. Как будто у них там все на расслабухе. Вашими деньгами будут заниматься на расслабоне. Вы только посмотрите на этот серьезный взгляд, в душе которого ребенок. Этот блобс даже не стыкуется с формой логотипа. Этот шрифт не пересекается. Логотип как будто бы вообще приделали от другой компании. Несерьезно все это дело выглядит. А жмение сайтов, которые действительно выделяются в лучшую сторону – это сайты компании Contour. Их достаточно немало, они все в какой-то своей фирменной узнаваемой стилистике, и их действительно стоит поразглядывать. Во-первых, стоит отметить, как классно дизайнерам удалось применить уже знакомое вам из наших роликов цветовое кодирование под разные темы этих сайтов. Все эти сайты бело-светло-серые с черным цветом текста, а вот акценты кнопок иллюстраций и форм перекрасили в разные цвета. И так эти сайты смотрятся из одного набора. Клево. А мультяшные иллюстрации абсолютно не снижают градусней серьезности происходящего, потому что здесь классный читаемый аккуратный рубленный шрифт. Прекрасно оформлены тексты. Ведь тееватые элементы в иллюстрациях рассыпаны по всем блокам, и так они связывают все блоки в одно целое. Нет ощущения, что влепили иллюстрацию в какой-то стилистике просто ради иллюстрации. Нет, все блоки визуально связаны. Отличные новости. Обратите внимание, как классно получилось с ней переборщить этой мультяшной графикой, ведь финансы тема сложная, серьезная. А здесь удалось не просто сухо рассказать про свои услуги, но и добавить небольшую жменьку вот этого классного няшмяша. И вы уже успели заценить вот эти стеклышки? Тот самый гвасморфизм или стекломорфизм, который вроде как покинул уже интернетики? Да нет, смотрите, все на месте. Ну классно же смотрится. Супер. И мы можем наглядно сравнить этот блок с аналогичным блоком другого сайта. То же самое. Четыре карточки, текстовка, иконка, текстовка, иконка. Все один в один. Но зацените, насколько круто, когда дизайнер обращает внимание на детали. Тут тексты отвалились. Заголовок сам по себе, текстовка сама по себе. Нет ощущения, что это одно целое. Как будто бы это самостоятельные текстовки. Строки друг на друга налазят. Предлоги уже фиг с ними, уже устали все про них говорить. Смотрите, как здесь классно. Отступы просто потрясающие. Просто ну так классно. И иконки. Зацените вот эта стилистика, насколько она интереснее смотрится. А может это субъективщина? Ну-ка напишите в комментариях, какой вариант иконок вам больше нравится. 3D или стекломорфизм. Признавайтесь. Ну и напомню, что все сайты, которые мы рассматриваем, будут ссылками снизу в описании ролика. Все хорошие сайты на плохие сайты не надо смотреть, а то еще насмотритесь. Всегда насматривайтесь на хорошие, классные примеры. Пласть и посмотрите сайты этого контура. Они находятся в бургере. Зацените, как классно совпала высота менюхи с нижней границей кнопки. И ни один синий пиксель не вылазит, не раздражает. Приятно. Проходим во все продукты, и здесь большой список этих лендингов на разные темы, но все они сделаны в одной узнаваемой фирменной стилистике. Так что пласть обязательно посмотрите, а это что? Погодите, окуляры запотели. Вижу другую шестеренку. Там же сверху тоже шестеренка, и она совершенно не такая, как вот эта. Вот что происходит, когда дизайнер не берет трубку, когда понадобился новый блок, а дизайнер недоступен, может в отпуск ушел. Но вот, посмотрите, совершенно разные стили. Да. И тут иконки в другом стиле. Все равно пластья по этим сайтам, они заслуживают внимания, чтобы вот, вернули стилистику. Вот теперь все хорошо. Да, все на месте. Пластья по сайтам, они заслуживают внимания, чтобы посмотреть, как удалось совершенно разные темы обернуть одной общей стилистикой и через цветовое кодирование все это дело подружить. Клево. Как вы понимаете, адаптивить такие блочные сайты, одно удовольствие, блок под блоком выстроился, и нема базару. В данном случае вопрос есть к нажатому Enter у заголовок и у текстов под иконками. Здесь нажали Enter, чтобы перенести вот эту часть фразы, и она не конфликтовала с другим текстом. Понятно, все окей. Но потом, почему не вернули обратно, вон же какая дырка. Или вот, например, взяли, перенесли, нажали Enter, и потом в адаптивы все это дело скопировали. Верните обратно, вон сколько места. Мы же дальше вот здесь вот не нажимаем Enter, и какие-то фразы не переносим, нет, экономим места. В телефоне и так не разгуляешься, там мало места, так к чему же такие дырки, зачем такие огромные щели? Переносите тексты, ставьте справа продолжение, не стесняйтесь. Нашел еще один воздушный, чистый, аккуратный сайт, все-таки бухгалтерия. Классно, когда она чистая и прозрачная, белая. Вот, собственно, сайт на эту тему. Бухгалтерия должна быть чистая, светлая, прозрачная. И этот сайт, вдогонку к предыдущему набору сайтов, на это намекает. Он выделяется среди вот этого безумного количества вот этих бухгалтерских рук на фонах. Смотрите, куда ни посмотрим, везде какая-то рука или ручку держит, или монетку на калькуляторе считает. Сразу выделяется. Ну, круто же. Сразу понятно, о чем речь и как эта приложенька будет выглядеть. Аккуратная, чистая типографика. Я бы даже, возможно, ее во втором блоке не разбавлял бы. Это и достаточно субъективная иллюстрация, которая не всем, возможно, придется по вкусу. Ведь потом в третьем блоке снова будут такие вставки, и этой графике хватило бы разбавить тексты, как мне кажется. А сейчас эти иллюстрации из разного набора, и немного они конфликтуют. Из интересного тут можно отметить два момента. Во-первых, горизонтальную верстку слайдера скроллим вертикально, а слайды меняются горизонтально и в одну сторону, и в другую. А во-вторых, вот эти вот макапы с челкой. Это интересно своей неинтересностью. Советую всегда не привязываться к какой-то определенной модельке. Да, здесь, конечно, челка, и это не одна модель, это прям целая линейка, и даже на несколько лет она растянулась. Но ведь через несколько месяцев выйдет новая версия без челки, и сразу все это дело состарится прям на целое поколение. И что тогда, снова звонить дизайнеру, который недоступен? Всем всегда советую не привязываться к определенной модели телефона. У себя я вообще оставил просто прямоугольники, сразу понятно, планшет или телефон, а какая модель, да какая разница. Зато потом в сентябре не придется обрезать челку, чтобы казаться модным. Не надо будет. Ну а дальше просто аккуратный сайт закончился просто аккуратно. В мобильной версии из интересного здесь, во-первых, можно понять, какое было настроение у верстальщика. Кнопка съезжает куда-то, хотя это одна и та же кнопка, которая должна складываться в тех же координатах. Не закрывается по пустому месту, какая-то линия куда-то уезжает. А во-вторых, можно понять, что дизайнеров в детстве и сбаловали пикселями. Такие дырки, такие пустоты, как белорусский интернет в августе 20-го. Вот такие пустоты. Конечно же, или тексты целиком, заголовок и описание ставить справа от иконки и пускать вниз. Или только заголовки попереносить, рядом с буллетом поставить. Ну такие пустоты оставлять, но это не дело. Не делайте так. Не надо. Чтобы вы там не уснули, небольшая минутка ностальгии из допланшетовской эпохи. Пока я искал что-нибудь интересное вам показать, рассказать, нашел вот такой вот сайт с шириной 960 пикселей. Представляете, сколько лет этому изобретению человеческому? Когда-то давным-давно вот такой ширины были мониторы. Мониторы-то сейчас они такие большие, классные. А когда-то они были маленькими. Такие, как сейчас вот планшеты. Представьте, как много лет этому сайту. И он выделяется среди всего вот этого вот безобразия. Он действительно до сих пор еще выделяется, прикиньте. Но уже даже в то время дизайнеры особо не парились по поводу каких-то там лишних пикселей. Подумаешь, на компах разорвали строку через Enter. Подумаешь, в адаптивах вылезет и будет дырка. Подумаешь. Ребята, не делайте дырки, не рвите строки Enter. Слово не помещается, контейнер с текстом сделайте меньше, а не Enter рубите строку. Не надо. Но возвращаемся в нашу эпоху. Зацените, каким может быть простым и офигенным сайт про бухгалтерские услуги. Зацените. Вообще иллюстрации нет. Вообще нет иллюстрации. Ведь все умеют скроллить. Нет ни одного человека, который попав на этот сайт, сразу уйдет. Все проскроллят, ребята. Все проскроллят. А дальше? Монетка в копилочку. Бухгалтерия. Без иллюстрации. Просто геометрические фигуры. И все понятно. Ну классно же. Просто чисто, аккуратно и офигенно. Круто. Это тот самый классный пример, когда логотип с контентом можно подружить небольшой жменькой пикселей. В логотипе есть покусанная монетка, вот ее сюда и поставили. Вот она потом в конце предложений. Клево. И эта монетка используется на каких-то страницах в виде буллетов. Клево. Подружили логотип элементом с контентом. Класс. Но если включить режим попридираться, то возвращаемся на главную страницу, наводим на какую-нибудь карточку и появляется вопрос. А где эти самые буллеты? Почему здесь буллеты в другой стилистике? Непонятно. И вопрос к абзацу. Почему между строк расстояние такое же, как между абзацев? Что за дела? Где кавычки? Где перенос? Предлога. Можно попридираться. И зацените, даже в чемодане есть та самая монетка. Та самая покусанная, перевернутая монетка, как в логотипе. Видите, как клево ее подружили. Уверен, ребята пробовали сделать бумаги без линеек, но, наверное, им так не понравилось. И поэтому они решили добавить и линейки, чтобы добавить потом еще и печать в виде этой монетки. Если присмотреться, то мы в первую очередь, конечно же, считали тут круг, который находится внутри прямоугольника. И просто мы его видим не целиком. Но ведь на самом деле это та же самая покусанная монетка, как в логотипе, как и вот здесь, только перевернутая. Клево, когда дизайнер обращает внимание на детальки. Супер простой в плане графики сайт, но офигенный. Мне прям очень нравится, как и логотип подружили. На некоторых страницах, конечно, можно попридираться еще к ширине контента. Например, заголовок такой ширины, контент такой. Тут вообще от края до края, потом опять такой. Что-то как-то не очень аккуратно все это дело выглядит, но в целом супер. Класс. Ссылка будет снизу в описании ролика, можете полазить. В мобильной версии тоже можно, конечно, попридираться и к настроению верстальчика, получив билет на распродажу отступов. Вот четыре отступа подряд, все какие-то совершенно разные. Так еще и без интересного не обошлось. Вот они показали четыре буллета, а потом подумали, а давай мы покажем их второй раз, но сделаем текст поменьше. Классное решение, не хватает контента, текст все равно не читают, подумал дизайнер. И второй раз бахнул. Но чтобы хоть как-то отличалось, решил не просто текст поменять, а контент сделать поменьше. Классный сайт, ссылку оставлю снизу в описании. По власти посмотрите, крепко выделяется среди вот этого разнообразия рук мертвяков. Очень сильно выделяется вот этот сайт. Классный. Ну и напоследок сайт, который действительно выделяется среди всех остальных сайтов по теме бухгалтерии, которые мне удалось найти, ведь он в темной тематике. А вам, судя по второму выпуску, очень зашли темные сайты, поэтому на этой ноте сегодня и закончим. Сайт называется черная бухгалтерия.рф, снизу будет ссылка, посмотрите. Черная бухгалтерия, снаружи черная, а белая внутри. Очень классно выглядит, очень нестандартно по отношению ко всем остальным вот таким вот типовым сайтам. Выделяется сразу, крепко, интересно его и поскролить, и посмотреть, и поизучать какие-то элементы. Но тоже есть к чему придраться, не без этого, но сайт в целом офигенный. Тут, конечно, звезды сошлись, и классная анимация во время скролла, и приятные микроанимации по наведению, по ховеру, все плавно, шустренько, хочется наводить на элементы, изучать контент. Из интересного здесь классные стеклянные элементы, которые есть в логотипе. Да, тут тоже получилось подружить логотип с оформлением. Это те самые плюс-минус разделить или умножить, вот они здесь стеклянные. И классные стеклянные кнопки, которые ушли подписывать открытку-верстальчику, потому что где ховер, тем более, когда в последнем экране ховер есть. Кстати, я бы попробовал сделать вращающуюся кнопку, наводим, и кнопка вращается, ведь сверху и снизу есть тот самый текст, который мог бы при вращении занимать вот это вот стандартное боковое расположение. Мне кажется, был бы классный ховер, навели, и текст приехал туда же. Было бы классненько. Так вот, на темном фоне классно смотрятся стеклянные кнопки, а внутри на белом фоне оставили просто прямоугольные, потому что ж, наверное, попробовали сделать стекло на белом фоне, и, наверное, ничего видно не было, поэтому решили уйти от стекла, оставили просто понятные прямоугольники, и все равно понятно, где кнопка, куда нажимать. Вам нравится режим попридираться, поэтому давайте напоследок немного. Слово «черное» написано белым текстом, и как-то это не так классно, когда слово «черное» написано черным текстом, а слово «белое» написано белым. Черное, черным, белое, белым. Тут все прекрасно. А вот тут вот, ну как-то, как-то вот оно, как-то не так. Да, я понимаю, что если бы написали чёрным на чёрном фоне, видно бы не было. Прекрасно понимаю, но режим попридираться. И что-то верстальщик вообще обиделся на первый экран, ни ховер не сделал, ни анимацию не прикрутил, там же анимация, а дальше есть. Вот элементы смещаются с разной скоростью, можно было бы её прикрутить к этим элементам, было бы классно, а так целый экран получился какой-то прям вообще скучный, статичный. Ну прям вообще постеснялся верстальщик показать, на что он способен. В последнее время принято не прятать навигацию в бургер, особенно когда там 4-5 пунктов меню, и они бы прекрасно поместились в хедере сразу. Но здесь есть прекрасное оправдание, почему навигацию спрятали. Ведь мы её, пряча в бургер, делаем менее доступной. И здесь как раз это на руку разработчикам. Когда человек попадает на сайт и сразу видит подходящий ему пункт меню, он нажимает и его куда-то там телепортирует к определённому блоку. А здесь специально спрятали, чтобы люди проскроллили, посмотрели, какой получился офигенный классный сайт. И он действительно не оставит никого равнодушным, ведь если человек попал сюда не по прямой ссылке, то скорее всего у него на пути было большое количество вот этих вот рук-мертвецов. А этот сайт сразу выделяется. Сразу. Так вот спрятали всё в бургер, который белый на чёрном, видно прекрасно. Но если находимся на белом экране, то белое на белом сливается, получается неаккуратно, некрасиво сюда или контур добавить, или какую-нибудь тень было бы получше. А белое на белом прям слилось. Ещё стоит обратить внимание на блок отзывов, которые получились все как под копирку, ровно на три строки. Но такого не бывает, что разные люди разговаривают разными ртами, а определённое количество слов. Такого не бывает. Потому что доверие сразу падает, когда кажется, что какое-то оно всё липовое. Хотя смотрите, ссылка настоящая, кликабельная. Давайте попробуем найти отзыв. О. Сначала напрягало работать с компанией, называемой чёрной бухгалтерией. Сначала напрягало работать с компанией из-за... А трерайтили отзыв, зацените. Но работая с ней, понял, что внутри она белая и пушистая скобка. А здесь смайлик. Но в процессе понял, что... Они рерайтят отзывы. Они как бы смысл оставляют, но отзыв рерайтят. И получается, что это как бы уже не настоящий отзыв. Даже скобку поменяли. Не понравилась скобка. Приятно. А, вот в чём идея. Понятно. Они оставляют просто начало отзыва, а в конец иди ищи. Вот и вот тебе. Кликабельная ссылка, иди ищи конец. Ну-ка, давайте ещё посмотрим. Это кто у нас был? Артём. Консультируюсь в мессенджере. Очень удобно. Погодите, совершенно другой отзыв. Консультируюсь в мессенджере, отвечают оперативно. Очень удобно. Вся работа происходит в мессенджере, отвечают ребята доста... А, ну смысл такой же. Ну слушайте, смысл оставляют, но текст меняют. Другими словами, перефразируют. Слушайте, рерайтят отзывы. А так можно вообще делать? Насколько это вообще законно, этично? Ну, как бы отзыв тот же, того же человека на ту же тему. Как бы всё то же самое, но другими словами. Скобку убрали. Вон у человека скобка была. Остановился на этом рад. Вот такая интонация. Остановился на этом рад. А ребятам не понравилась такая интонация. Они решили, чему рад. Слушайте, прикольно. Ребята рерайтят интонацию в отзывах. Прикол. Смайлик не понравился. Взяли восклицательный знак, вставили. Вот это нормальная интонация. Вот это довольный отзыв. Прикол. Но идея понятна. Отзывы не помещаются целиком, поэтому берём какое-то начало отзыва. А концовку, если хочешь почитать, вот тебе кликабельная ссылка. Иди читай, ищи её там через поиск. И удивляйся, почему там другие слова немного в другом порядке стоят. Ещё и скобки, и смайлики другие. Прикол. В мобильной версии тоже получилась куча пустых пикселей. Очень, очень большие пустоты. В телефоне и так не разгуляешься. Там каждый пиксель на счету тут 40% экрана просто в пустоту. Карточку можно было намного компактнее. Можно было две карточки уместить в экране. Смотрим на телефон и видим сверху одну карточку, снизу другую. И визуально их можем сравнить. А тут помещается одна карточка, и наполовину она пустая. Ну что это такое? Очень, очень избалованные пошли. И дизайнеры, и верстальчики, ну куда, возьми, подтяни кнопку, возьми тексты, растяни. А вот это что? Ну поставь тут вот больше. Пиши в одну строку. Кнопку можно было занести куда-то туда. Очень пошли избалованные дизайнеры. Очень. Или верстальчики меняют настроение, или дизайнеры такие. Ну прям очень, очень много пустых пикселей. Очень. Не дело. Но несмотря на эти пустоты, сайт действительно получился офигенным. Понравился мне больше всего. Из всего, что я видел на тему бухгалтерского учёта, снизу на все сайты классные оставлю ссылку. Можете повазить, насмотреться, вдохновиться. Если было полезно, поддержите. Вам не жалко, а мне приятно. Иго, общаться в комментариях. Отсыпьте немного своей активности. Расскажите, какие сайты понравились больше остальных. Фил Хук. Скоро увидимся, услышимся. Пока. Это такие большие порталы. Кто там шумит за окном? Ну не час же ночи, чё шумите? А сайты, которые выделяются в лучшую сторону, а не просто смешать чьи-то пятки, а не просто звенят бубенцами. А почему всё так обидно звучит? Что за дела? Целиком заголовок и описание ставить справа от иконки и просто в дне. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Целый. Это такие большие порталы с кучей информации. Но если посмотреть... А кто это открыл? то ребята из хьюстона подтвердили у нас проблемы что за ногти он устричься